Продается замечательная винодельня Корва Бьянка в Тусенте, со всем содержимым и недорого. Прошлый владелец ведьма Геральт пропал без вести. Возможно, погиб выполняя заказ на чудовище. Торопитесь, при просмотре угостим вином, спросить Трикстера. О, приветствую, странники. Вы по объявлению или с каким-то другим делом? Ммм, тогда проходите, я вам сейчас все покажу. Что же вы не прислали весточку заранее, я бы хоть приготовился к приходу гостей. Все-таки вы первые желающие приобрести это имение. Вижу, увы, издалека. Тусклые одежды и странный акцент. Жители Тусента всегда носят только яркие наряды и не выпускают бокал вина из рук. Вечно пьяное княжество. Но давайте для начала я вам тут все покажу. А когда дойдем до дома, нальем по бокалу превосходного белого волка. За счет бывшего хозяина владений. Ммм, что? А, вы подумали, что я хозяин. Да нет, что вы, хозяин пропал, в объявлении же это написано. Но перед отъездом поручил мне продать имение. Если его не будет слишком долго. Я, конечно, понимаю ваше любопытство, но у нас не принято обсуждать хозяина дома. Да и тем более обзывать его. Нужно быть более толерантными. Таких как он у нас называют мутанта-баклерцами, ну или на крайний случай узкоглазотусенцами. Но никак не ведьмаками или пресловутыми кошачьими глазками. Но не будем более об этом. Давайте лучше посмотрим на эти замечательные виноградники. Они вот-вот взойдут. И мы сможем приступить к созданию собственных сортов вина. И, наконец, обеспечивать себя. Жаль, хозяин не дождался этого момента. У прошлого владельца все виноградники погибли. И нам пришлось выращивать их заново. А это очень долгий и трудоемкий процесс, который практически подошел к концу. Вам очень повезло. Странный вопрос. Нет, я, конечно, понимаю, что он важен. Но тактичности же еще никто не отменял. Данные земли были дарованы хозяину самой Анной Генриеттой. Освобожден от налогов и жалование всех работников выплачивалось из казны. К сожалению, после смерти нашей любимой Анной Генриетты выплаты прекратились. Но мы не растерялись. И просто стали продавать все, что тут было. Ну, кстати, взгляните на дом. Он же в прекрасном состоянии. Хозяин был у нас состоятельным человеком. И когда выносить уже было больше нечего, мы устраивали ремонт. Закупали кучу всего и продавали это. И так несколько раз. В итоге и люди счастливы, и дом в прекрасном обновленном состоянии. А посмотрите на этот амбар. Ранее тут хранились излишки вина. В особо урожайные годы. Но хозяин приказал переделать его подстойло для своей лошади. Да, и как вы правильно подметили, лошадь все еще тут. Хотя хозяина уже давно нет. Понимаете, тут такое дело. Уехал-то он на ней. А потом она появилась. Сама. Среди нас нет конюхов, и наверняка мы не знаем, но кажется, с лошадью происходят странные вещи. Помимо того, что ее никто никогда не кормил, не чистил и не убирал за ней, она всегда сыта, приятно пахнет и не гадит. Но это еще не самое странное. Иногда она просто исчезает. Особенно, когда хозяина нет. Она просто исчезает и через некоторое время возвращается. Так странно. А иногда возвращается и вовсе не та, что была. Мы хоть и не конюхи, но как минимум цвета различаем. Однажды тут даже был настоящий единорог. Знаете, такой белый и с рогом на голове. Правда, это еще до смерти Анариэта было. Жалко ее. В общем, на самом деле, тут вам повезло. Имение продается со всем, что вы видите, а значит и с конем. Мастер называл его платва. Даже если лошади были разные, все откликались на платва. А вы можете его продать. Получить деньги и, может быть, в итоге он к вам опять вернется. И вы его опять продадите. Выгодно. Знаете, мы бы сами занялись, но нам страшно. Ну, мы же не владельцы. Ах, дурная моя голова. Давайте пока солнце еще не село, я вам сад покажу. Там хозяин еще выращивал всякие жутко редкие растения. Они все еще там. Вы, случайно, не увлекаетесь растениями? К нам часто наведывались алхимики и травники, и все просили взглянуть на них. Но с такими хитрыми глазами, что их намерения были сразу ясны. Так о чем это я? Хозяин за ними совсем не ухаживал, только приходил и собирал по необходимости. А они все растут и растут. Мне кажется, что угодно сюда посади, все расти будет. Только вот, понимаете, иногда тут вырастали хищные архиспоры. Мне кажется, это все из-за редких растений. Они их привлекают. У хозяина-то проблем с ними не было, и разговор всегда был короткий. Но вот вам бы я посоветовал позволить травникам все отсюда вынести. Вы сможете на этом неплохо заработать, да и безопаснее будет. А посадить сможете, ну не знаю, какие-нибудь розочки, например. Ну, чтобы глаз радовали. Ладно. Темнеть уже начало. Давайте к дому пойдем. За одной винной погреб зайдем. За вином, которым я обещал вас угостить. А вы как раз все смотреть сможете. Кстати, у входа есть пьедестал. Его хозяин когда-то заказал, говорит, что однажды выполнил заказ по поиску чьих-то то ли яиц, то ли еще чего-то. И в благодарность ему статую обещали. Только вот он ее подобрати душевной и более нуждающимся передал. А пьедестал для нее так и остался стоять. Но вы сможете сами себе заказать. Что хотите. И от мусора избавляться не придется. Но пойдемте уже в погреб. Нечего нам тут на улице стоять. Погреб у нас хороший. Сухой. Прохладный. Само то для хранения вина. И ни одного вампира здесь не умерло. Кстати, у нас тут кое-где припрятано несколько бочонков сангриаля. Вина, которая позволена пить только княжеской семье. К сожалению, семьи этой больше нет. А нашему мастеру их пожаловала сама герцогиня. Прямо перед самой смертью. Также здесь хранятся запасы белого волка. Которые нам поставляют в благодарность за помощь. Мастер хорошим человеком был. И очень многим он помог. А, вы все-таки заметили это. Ну, знаете, наш господин, когда только вселился сюда, выломал этот проем своей магией. По ту сторону была какая-то лаборатория. Перед отъездом велел заложить этот проем и наказал. Что если винодельню вдруг выкупит великий алхимик, рассказать об этой лаборатории. А если нет, то и молчать. Но мы и подумали, что заложить-то всегда успеем. А так вдруг действительно алхимик купит умение, ну и ломать не придется. А, ладно. Давайте все-таки в дом пойдем. Итак, дом это просто сердце Корва Бьянка. Как вы можете заметить, это место так и веет прошлым владельцам. Стойки с доспехами и мечами, на стенах щиты и картины с баталиями. Хозяин, если честно, не сильно увлекался всякой этой живописью. Поэтому не все места под картины заняты. Я ничего не менял с тех пор, как хозяин уехал. И по контракту это все будет вашим. Но позвольте вам кое-что рассказать об этом месте. Кровать волшебная, сделанная из кости дракона. Сон в ней восстанавливает, увеличивает жизненные силы. А изучение волшебных гримуаров из этого шкафа несет прозрение и повышает восприимчивость ко всему новому. Да, как-то так всегда говорил наш хозяин. А еще тут работает женщина. Она говорит, что раньше была какой-то пятнистой скукой, кажется. Но потом ее спас наш господин. Она не спит, почти не ест и всегда что-то готовит. До сих пор не понимая, откуда она только достает столько продуктов. Но, как ни придешь, всегда есть свежий и горячий обед. Знаете, очень удобно. Хотя, немного и странновато. А на втором этаже у нас комната для гостей. Можете в ней сегодня и переночевать. На этом я вас оставлю и увидимся утром. Господин Лио и госпожа Матильда. Доброе утро. Ну как спалось? Хорошо? Ну, не так хорошо, как будет в основной спальне. Не хочу показаться настойчивым, но... Вы определились с решением? Будете ли покупать владения? Я все понимаю. Вам нужно подумать. До города отсюда совсем недалеко. Обязательно его посетите. Заодно и поспрашивайте об этом умении. А я давайте вас провожу к выходу. Кстати, забыл сказать еще одну мелочь. Вон там, вон, на холмике, под нежным солнцем нежится девушка. Вся в черном и белом. Пахнет крыжовником и сиренью. Однажды она явилась сюда и с тех пор ни разу не уезжала. Поговаривают, что это Йеннифер из Венгерберга. Но я не верю. Что бы такая знаменитая волшебница могла здесь забыть? Но решать вам. Правда, с тех пор, как она появилась у нас, дела пошли в гору. И мы решили, что она приносит удачу. Поэтому приносим ей еду и вино. И стараемся лишний раз не отсвечивать. Да, вы правы. В имении действительно много странностей. Но, по-моему, это лишь на пользу. Спасибо вам, что заглянули. И обязательно заглядывайте еще. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok